6 ошибок, которые вы совершаете на тренировках Вы делаете все от вас зависящее, чтобы похудеть и подкачаться, но не видите результата Сидите на диете и ходите в зал 5 раз в неделю, а лишние килограммы все еще на месте Возможно, вы занимаетесь по программе тренировок, которая вам не подходит или даже хуже, может отбросить вас на зал Смотрите наше видео, чтобы узнать, чего стоит избегать на тренировках, а что нужно обязательно добавить И, как всегда, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к Эдме Номер 6. Вы не делаете разминку Разминка перед тренировкой или растяжка после Обязательные части любой программы для потери веса или для повышения тонуса мышц В нашем сумасшедшем мире все спешат И ваша радость, что вы наконец добрались до спортзала, понятна Вам не терпится встать на беговую дорожку или начать тренировку с большими весами К сожалению, если вы не разминаетесь, то рискуете навредить себе Если это случится, вам придется столкнуться со сложностями Тело нужно разогревать, а мышцы разминать, перед тем, как вы соберетесь нагружать их сверх всякой меры Если вы разминаетесь, но только перед тренировкой, а после нет, то хоть вы и подготовите тело к нагрузке, но ваши мышцы после занятия останутся напряженными Это значит, что вместо расслабления после упражнений вы будете максимально напряжены Ваше самочувствие при этом – огромная часть похудений Если вам физически нехорошо, значит вы не готовы тренироваться долго Убедитесь, что правильно делаете разминку и растяжку, чтобы повысить шансы на долгосрочность ваших тренировок Номер 5. Вы часто делаете кардио Ваша программа тренировок включает в себя бег на дорожке или эллипс с одинаковой интенсивностью все время, что вы находитесь в зале Долгие стабильные кардиотренировки обязательны для бегунов на большие дистанции, нуждающихся в повышении выносливости Однако, если ваша цель – похудеть, то исследования показывают, что вместо постоянного кардио вам стоит заняться хит-воркаутом Хит расшифровывается как интервальная тренировка высокой интенсивности Хит-воркауты требуют бежать так быстро, как только можно на протяжении 1-3 минут А затем медленно замедляться то же самое количество времени, переходить на ходьбу, если вы новичок, или на легкий бег, если вы находитесь на более продвинутом уровне Такие тренировки имеют постсжигающий эффект, который вы не достигнете простым кардио Его действия тестировали в ходе множества исследований, включая одно, проведенное в 2011 году Апалачским государственным университетом Оно показало, что такие активные тренировки мгновенно сжигают больше калорий и продолжают сжигать их до 24 часов после Номер 4. Силовые тренировки? Что это? Если ваша программа тренировок включает в себя только кардио, время полюбить силовые тренировки Кардио – прекрасный выбор. Помимо похудения, оно развивает память и мыслительные способности Помогает контролировать уровень сахара в крови, понизить тревожность и улучшить качество сна Но если вы концентрируетесь только на кардио, значит множество ваших мышц не получают должного внимания, в котором очень нуждаются До того, как вы это поймете, вы перестанете худеть, ведь тело быстро адаптируется к кардио, поэтому обязательно стоит добавить силовые тренировки в свою программу Силовые тренировки помогут вам подсушить тело, а также ускорят метаболизм и помогут сжечь лишний жир Чем больше у вас мышцы, тем больше энергии тратит ваше тело, и тем больше калорий сжигается, пока вы валяетесь дома, спите или просто занимаетесь домашними делами Номер 3. Вы неправильно понимаете болевые ощущения У многих людей что-то болит после занятий Это касается и тех, кто тестирует новую программу тренировок Даже самые опытные атлеты время от времени испытывают боль В определенной степени боль – естественная часть тренировок По-научному это называется отсроченная болезненность мышц И появляется она в промежутке между 24 и 48 часами после тренировки Но насколько сильной должна быть эта боль? Надо ли терпеть ее или лучше отдохнуть? Переждите! Дайте вашему телу восстановиться после тренировки Это необходимо для здоровой спортивной программы Если вы проснулись и поняли, что не можете встать с кровати Значит, боль слишком сильная, и вы перенапряглись Когда в любом случае стоит уменьшить нагрузку, вы стараетесь выполнить упражнения по максимуму Такой вид боли означает, что вам нужно отлежаться пару дней И уделять внимание только легким упражнениям, например, ходьбе Если попытаетесь противостоять этой боли, вы только утомите мышцы и потеряете уже существующий прогресс Номер 2 Вес поможет вам развить выносливость Использовать его полезно, если вы занимаетесь спортом на выносливость, например, бегом на лыжах или греблей Вы можете сделать 20 повторений с маленьким весом Но если вы заставите свое тело использовать больший вес, даже если вы сделаете всего 5 повторений Это поможет вашим мышцам стать более рельефными Подъем большого веса увеличит мышечную силу и укрепит мышцы Если вы хотите похудеть, то больший вес и меньше повторений – также отличный выбор для вас Эта работа и так же, как и хит-воркауты Большой вес поможет нарастить мышцы и одновременно похудеть Если вы хотите попробовать такой подход, убедитесь, что проверили, насколько большой вес будет безопасным и комфортным для вас Перед началом тяжелой тренировки Номер 1. У вас однообразная программа тренировок Если вы сосредоточились только на силовых тренировках или кардио, вы не достигнете того результата, на который рассчитываете И не только потому, что ваше тело привыкает к нагрузке Но еще и потому, что существует большая вероятность, что вам просто надоест, и вы бросите занятия Когда вы только начали тренироваться, тяжело было сидеть полчаса на велотренажере А теперь проще простого? Что ж, отлично! Значит, у вас повысилась выносливость А еще это значит, что пришло время все поменять и бросить самому себе новый вызов Хорошая тренировка на похудение и укрепление мышц включает в себя кардио, силовую тренировку и растяжку, плюс разминка в начале Так что комбинируйте их и увидите, как разнообразие в упражнениях укрепит ваше желание заниматься спортом дольше Помните, что помимо упражнений питание играет огромную роль в вашем похудении Если вы тренируетесь и соблюдаете диету, но при этом регулярно добираете калории с помощью энергетических напитков и батончиков В них столько сахара, вы можете испортить все ваши спортивные успехи Итак, расскажите нам, нашли ли вы свои ошибки в этом списке Напишите в комментариях Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями И, конечно, подписаться, чтобы остаться с Эдми Субтитры сделал DimaTorzok